Не успели утихнуть страсти С осенней серии Zwift гонок Come On Race Как началась уже зимняя серия гонок И вчера 18 декабря прошел первый этап Первый этап это раздельная гонка 39 километров с набором порядка 900 метров Итак, старт гонки Немножко что-то я тут зазевался Народ отпустил и только через 3 секунды стартанул Конкретно этот этап я посмотрел пару дней назад На интервальной тренировке, что из себя представляет И на самом деле я сначала думал, что здесь в целом равнинные этапы И при этом есть длинная гора Гора порядка получаса, если заезжать туда на ваттах Примерно около 4 ватт на килограмм Но при просмотре этой трассы, как оказалось Здесь очень много микроторчков То есть нужно обрабатывать своевременный рельеф И в том числе этот микроорельеф начинает долбить раньше нужного по ногам Таким образом при подъезде к основной длинной горе Уже ноги будут не свежие Ну и поэтому было очевидно, что сильно дергаться здесь вначале не нужно Пускай народ отъезжает Потихонечку вырабатываться в свой режим Выходить на крейсерские параметры И потихоньку подъезжать к основному подъему Где уже собственно начинать работать Эту гонку я вообще проехал достаточно хорошо для себя Было хорошее самочувствие Хороший цикл тренировок предшествовал данной гонке И ехал здесь собственно с запасом Поначалу очень много ребят от меня отъехало Как сейчас видно целая струна вперед выстроилась И здесь была такая небольшая заруба И я считаю это на самом деле неправильно Потому что вот эти так называемые микро торчки Rolling Hills, как Сергей Файбер говорит На них конечно нужно обрабатывать рельеф Но по большому счету это ничего не решает Потому что все будет решать гора Напомню, гора практически на полчаса Состоящая из двух сегментов Сначала длинный тягун Это сегмент Epic.com И потом подъем в радиовышку В которой средний градиент порядка 15% И где нужно хорошенько постараться Далее следует длительный спуск Где можно вообще не крутить И немножко отдохнуть Там есть несколько торчков Которые нужно залетать Но в целом можно достаточно хорошо восстановиться И потом остается порядка 10-15 минут Выход напрямую С небольшими торчками Так же как в начале гонки И финишный подъем Длиной в 1 км Где-то градиент 4-5% Где нужно поработать План по ватам у меня на гонку был достаточно простой На плоскоче и где нет особых торчков Держать мощность примерно 300 плюс-минус ватт И в данном случае это примерно составляет Мой FTP Ну либо CP То есть критическая мощность Абсолютная Это достаточно комфортный режим При этом можно немного поддать в торчки Но основная работа конечно же будет начинаться в главный подъем И здесь на самом деле мне непонятно Почему ребята пытались здесь держаться в группе По большому счету здесь ничего не решало Вот эти роллинг-хиллсы так называемые Здесь можно там полсекунды-секунду где-то отработать Но все это бьет по ногам И потом оухнется в подъем И это очевидно Те ребята которые сильные уже вперед уехали Те кто послабее А мы здесь как бы сзади болтаемся И почему-то начинаются вот зарубы Как вот сейчас видно Кто-то выезжает вперед в микро торчок Но картина полностью и целиком поменялась Когда мы приехали в основной подъем После небольшой серии торчков Был сегмент Titan Groove Com Reverse И здесь конечно надо было крутить немножко помощнее Но опять же не на все бабки Потому что это только начало гонки И уже здесь сразу видно Как я начинаю потихонечку ребят каких-то догонять Обгонять То есть наверняка они здесь продолжали ехать в прежнем режиме Но конечно здесь надо было немного поработать В среднем я здесь держал порядка 4,5 ватт на килограмм Но опять же упарываться смысла здесь абсолютно не было Потому что это только всего лишь седьмая минута гонки А ехать еще примерно час На этом сегменте я уже погнал порядка 6-7 человек И дальше продолжал ехать в своем режиме Выходя на выполаживание Я также держал порядка 4 ватт на килограмм Около 300 ватт И продолжал ехать к основной горе Некоторые ребята после этого кома Пытались опять сравняться со мной Но не знаю честно говоря зачем это нужно было делать Поскольку это раздельная гонка Никакого драфта нет Здесь нужно полностью полагаться на свои силы И смотреть на каких-то других ребят Абсолютно не имеет никакого смысла Потому что во-первых они едут по своим силам И возможно им этот участок дается легко А вы уже залезаете в долг Это первый момент Второй момент то что другие ребята могут умышленно дергать специально Чтобы больше сил потратили их соперники Ну и вот потихонечку подъезжаем к основной горе И этот сегмент называется Эпик Ком В данном случае он 9,4 километра И я его проехал за 23 минуты С копейками на средних примерно 310 ватт И это чуть выше чем 4 ватт на килограмм в данном случае И вот сейчас видно как я догоняю ребят Которые на Роллинг Хилсах пытались уехать вперед Зачем они это делали я не знаю Вот уже прошло 16 минут И вот только здесь начинаться будет основная работа Вот впереди полосочки И начало сегмента И здесь я занимаю режим 310 где-то плюс ватт В начале где чуть покруче сегмент Я конечно держал побольше ватт Вот в данном случае было видно 350-370 ватт И сразу же видно как начинаю обгонять потихонечку людей И в течение всей этой горы Я Богдав потом считал примерно человек 20 наверное О чем это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том что ребята в корне неправильно вообще раскладывались На плоскоче куда-то пытались уезжать И где-то там пытаться в группе сидеть и дергаться Но потом в горку они все сдаем Вот сейчас видно Анатолий Солодов обошел нас Но это очень сильный гонщик из группы А Но эту гонку он уехал в своем каком-то режиме Сильно наваливал в гору Но в конце я его где-то даже обогнал и перегнал Наверное просто Анатолий ехал в какую-то свою интервальную тренировку Заезжал в гору А потом на плоскоче в обычном режиме Там у него было порядка где-то там 2,5-3 ватт на килограмм Вот очередная группка ребят Они вроде как бы выстраиваются друг за дружкой И пытаются тянуться Но здесь это не имеет никакого смысла Потому что нужно четко занимать свой режим Четко свою критическую мощность Которую вы узнаете, которую вы можете продержать на 25-30 минут И этого плана придерживаться Немножко более сильно заезжать в более крутой градиент Чтобы сэкономить какие-то секунды на выполаживаниях Чуть-чуть сбавлять, чтобы сэкономиться И в целом на других ребят смотреть вообще не надо Вот сейчас небольшое выполаживание Я также продолжал крутить и добирать ребят Вот впереди сильные ребята Южанинов, Маньякин, Феоктистов, Лиссин Но всех этих ребят я потом далее обогнал Спустя 7 километров подъема Я догоняю Александра Бережнева Вот он находится в данном случае сейчас впереди И после вот такого небольшого туннельчика Скажем так своеобразного Будет спуск и продолжение подъема на радиовышку Здесь я держался с Александром И при переходе на спуск его обогнал При выходе на выполаживание Я немного прибавил ватт Сделал такую микроатаку И отъехал от Александра Но он сразу же ринулся за мной Не зная также, зачем он это делал Потому что впереди предстояло еще подъемную радиовышку И где все абсолютно решалось И серия небольших торчков Которая сейчас будет вообще никаким образом Не повлияла бы на результат Вот серия торчков и спусков Где со спуска можно вообще бросить крутить А потом нужно поддать в торчок И здесь конечно ребята немножко поддавали Видно было отъезжали вперед Но как говорил ранее это абсолютно ничего не решало Потому что потом был длинный большой подъем в радиовышку Ну и вот к концу Эпик Кома я догоняю Также еще Руслана Караева И также Александра Бережнева И потихонечку от них ухожу И это еще до собственно подъема в радиовышку Под конец этого сегмента догнал Сергей Кассоня И это единственный гонщик Который вообще меня за эту гонку обогнал Я думал как так легко он меня обгоняет Посмотрел потом профиль Его вес всего лишь 52 килограмма Не знаю реально это вес или нет Но рост 160, вес 52 Очень нетипичные значения для мужского пола для логонга Ну и вот начался подъем в радиовышку И здесь у меня был план держать ватт поболее Где покруче по 350 ватт Где чуть-чуть выполаживания Чуть-чуть отдыхать И в среднем у меня получилось 335 ватт На порядка 6 минут Чуть-чуть побыстрее Так я заехал в радиовышку И здесь я уже конечно начинал работать Особенно в конце подъема Начинал крутить уже более 4,5 ватт на килограмм И естественно поскольку это было уже не на свежую ногу Ну давалось относительно тяжело Но в целом еще запас был Определенный буфер То есть упорываться не стал После того как забрался на радиовышку Начался спуск обратно И здесь вообще бросил крутить Поскольку градиент минус 12% И по большому счету здесь бессмысленно что-то подкручивать И чтобы тут реально прибавить Можно выдавать очень большие ваты И это нецелесообразно Поскольку потом уже внизу горы Когда спустимся Там надо будет поддавать И чуть-чуть набраться сил Чтобы можно было очередной делать Какой-то задел, отрыв и так далее Здесь я посидел Подумал о жизни насущной И почесал репу Достаточно нормально поработало в радиовышку Но как говорил ранее Запас был и в принципе более-менее нормально До этого я ехал примерно на своем пороге И это было достаточно комфортно Вот были такие небольшие торчки Где надо было поинтенсивнее закручивать По-хорошему конечно надо было здесь вообще спринты выдавать Но из-за того, что станок работает особым принципом Ну то есть имитирует градиент То надо было делать очень много приключений Что это неудобно Ну и поэтому я тут сильно не напрягался Смотрел по таблице Кто выше меня, кто ниже На каком удалении по времени находится И моя задача была просто контролировать Чтобы преследователи, которые сейчас находятся за мной В том числе товарищи Соловьев и Лисин Чтобы не приближались ко мне Чуть-чуть они в течение спуска приближались ко мне Где-то секунды на 3-4 сбрасывая время Но не более того И потом уже напрямую, когда я выходил после спуска Опять занял режим 4, где-то 4,2 ватт на килограмм И так держал до финиша И потом уже финиш собственно поддал Помощнее, чтобы гарантированно никто не догнал меня Наконец спустились к подножию Здесь я уже полностью восстановился И занял свой режим Вот сейчас 330-340 ватт Но на самом деле здесь упираться смысла не было Поскольку я контролировал гонщиков Кто находится сзади и кто находится впереди В данном случае сзади находился меня Соловьев От 8 секунд И он немножечко сократил отставание Когда ехали с горы Ну а когда я вышел напрямую Начал потихонечку свое лидерство увеличивать И впереди меня был Виталий Некрашевич Это гонщик также с Сибири Мы вместе тут гоняемся иногда Но что-то нога у него в этот раз не задалась И под финиш я его догнал и обогнал Ну а дальше сильно поддавать смысла не было Следующий гонщик уже после Виталия был в 40 секунд Ну и конечно же за такой короткий промежуток времени Я бы его догнать не смог Да и цели такой собственно не было Цель была на гонку проехать как интервалку И с определенным запасом то есть усераться здесь нельзя было Подъезжаем к небольшому торчку И здесь у меня есть достаточно хороший буфер Начал прибавлять передо мной вот Виталий в 4 секундах И здесь я поддал вот где-то 450 ватт И это 6 плюс ватт на килограмм И очень быстро сократил расстояние до Виталия И собственно обогнал его Далее следовал опять сегмент с веселыми горками Как я его называю веселые горки Не очень люблю такие моменты Поскольку нужно очень делать много переключений Постоянно мощность туда-сюда вверх-вниз гонять И в целом это сбивает с ритма И лучше уж как бы в гору достаточно длительно уехать Занять какой-то свой режим Чем вот так вот вверх-вниз, вверх-вниз И здесь толком преимущество тяжело заработать И при этом достаточно можно хорошо так ноги подзабомбить Вот небольшие эти гонки Такие вот по 5% здесь я также 400 плюс ватт выдавал Ну на самом деле реально под конец гонки Несмотря на то что уже больше часа едем Смог восстановиться со спуска И здесь вообще без проблем вкручиваться с определенным запасом по мощности Ну и вот наконец подъезжаем к финишному подъему Это опять сегмент Титан Грувком Реверс И здесь я решил его немножко поддать Сначала думал подъехать его, как его ватт, так на 400 Но потом посмотрел, никто меня не догоняет Детали находятся в 5 секундах Сначала вот да, немножко 400 плюс Но в целом я заехал этот сегмент Потом на средней мощности я посмотрел, было 380 ватт И в моем случае это ровно 5 ватт на килограмм Впереди уже никого бы я не догнал А сзади также ребята уже меня не могли догнать При этом держал в ногах небольшой еще спринтерский кусок И если вдруг кто-то приблизится, чтобы от них отъехать Ну вот собственно так вот прошел первый этап зимней серии гонок Камон Рейс Поначалу вообще сомневался, конечно, ехать этот этап или нет Поскольку не люблю горные этапы Они достаточно кажутся скучными, нудными Но данная трасса была в целом достаточно веселая, я считаю Потому что были спуски, подъемы То есть какая-то ментальная разгрузка И ехать реально получается весело В отличие от гонок, которые проходят по трассам Таким как Мон Ванту или Альп Дуэс Где тупо вверх шарашишь и вообще ничего не меняется Скукотень полная Да, кстати, кто ехал эту трассу, напишите Как вам вообще она зашла И что вам легче, приходится ехать Такие трассы, где есть сегменты вверх-вниз С возможностью где-то отдохнуть и ехать в разных режимах Либо равномерные монотонные этапы Типа Мон Ванту или Альп Дуэс Очень интересно посмотреть Ну и вот остается до финиша 100 метров Здесь я также продолжаю в своем режиме выкручивать Пульс 194-193 Это чуть выше порога Определенный запас еще есть Но здесь упираться смысла уже не было Собственно, вот я финиширую И все, гонка на этом заканчивается Ну что ж, вот так прошел первый этап зимней серии Достаточно хорошо для себя я его проехал У него было хорошее самочувствие Запас в ногах Всем спасибо за компанию Спасибо большое Сергею Фаберу И всем до новых встреч